Всем привет! Некоторое время назад кто-то из подписчиков моего канала попросил меня снять будни российского диктора. Ну, дабы показать, насколько эта работа не такая уж предсказуемая, как казалось бы. Во сколько начинается работа, что я делаю, как я делаю. Ну, давайте попытаюсь показать, рассказать. Вот. Время на часах 8 часов 38 минут. Ну, чтобы было понятно, чтобы было видно. Ну, почти раннее утро. Отправил детей в школу и начинаю работать. Начну с самого начала. Ну, буквально несколько минут. Вот. Я отключусь, потом буду переходить в новые, к новым рабочим моментам. Все готово. Микрофон, планшет, компьютер, буквы, цифры и все такое. Поехали. Сегодня в программе. Мы все не там искали Эльдорадо, что припрятал на своем дне океан. Загадочная подводная стража, кто и зачем охраняет затонувшие корабли. Секретная мастерская природы. Как черный дым превращается в золотой дождь. Делай, как он. Кому покоряются сокровища. Не такое, как всегда. Чем испугала жителей Венеция последнее наводнение. Он тут неправильно поставил интонацию. Не такое, как всегда. Чем напугала жителей Венеции последнее наводнение. За семью печатями, где находится то, что стоит. Стоит. Вот когда не ставят ударение, не сразу можешь понять, в каком месте его поставить. За семью печатями, где находится то, что стоит больше, чем все сокровища со дна океана. Это был так называемый тизер. Дальше программа на целых 45 минут. Ну, такой эфирный час. Я не буду вас заставлять это все слушать. Что будет дальше, покажу чуть позже. Немного отдохнул и продолжаю работать. Знаете, приходят иногда разные тексты. Не только, например, какие-нибудь программы, рекламы и так далее. Иногда, допустим, для радиокультура приходится озвучивать не радиоспектакль, то есть не только анонсы, а еще, например, оформление радиоспектакля. И, например, в этом радиоспектакле может быть 25, 30, 50, 60, 70 серий. И нужно ко всем им сделать небольшое объявление. То, что это такая-то, такая-то серия. И вот прямо сейчас, например, мне поступила такая интересная история. Мы уже 20 с лишним серий озвучили. Нужно еще, еще 50. Да. Сейчас покажу вам, как это. О, забавно выглядит. Смотрите. Класс, да? Ну, вот этим я сейчас и буду заниматься. Так, ну что, работа пошла? Серия 21-я. Серия 22-я. Серия 23-я. Серия 24-я. Ну, я не буду вас мучить всеми этими сериями. Но вот и такие вещи бывают. Что будет сегодня еще, я расскажу и покажу чуть позже. Обновляемся. То есть, новый текст. Теперь такой коммерческий. Но это даже не коммерческий. Это внутренний такой текст для компании, которая продвигает свои услуги среди разных ритейлов. Не буду говорить, как она называется. Не буду говорить, что именно она делает. Ну, потому что пока нельзя для внутреннего потребления. Просто немножко почитаю, чтобы вы понимали, какие еще бывают разные тексты. Так, так, так. Что тут сложного? Или не сложного? Поехали. Чего не хватает современному ритейлу? Понимание реального и покупа... Угу. Тут есть сложности. Нужно переключаться с одного текста на другое. Не всегда получается легко взять и переключиться. Угу. Еще разок. Чего не хватает современному ритейлу? Понимание реального покупательского трафика. Параметров конверсии клиентского потока. Управление персонализированными предпочтениями покупателей. Интеллектуальных систем безопасности с видеоаналитикой. Система биометрической идентификации. Система биометрической идентификации позволяет рассчитать экономические показатели эффективности магазина исходя из структуры клиентского потока. Выявить клиентский потенциал каждого магазина. Отслеживать динамику прогресса покупательской способности клиентов. И так далее, и так далее, и так далее. Чуть продолжим. Что будет дальше? Какой следующий текст узнаете чуть позже пока что. Не буду вас мучить. Все. Я вернулся. Следующий текст. Следующий. Совсем другая направленность. Здесь уже больше, наверное, какая-то социальная программа на то, чтобы создать комфортные условия для детей-сирот. Такие тоже заказы бывают. Попытаюсь почитать. Здесь у меня даже вот есть некоторые пометки, как правильно прочитать. Первая строчка спокойно, душевно, дружелюбно. Потом теплота, передать эмоцию, уюта и беззаботности. А потом смена интонации, твердость и серьезность. Ну, чтобы вы понимали, как выглядит примерно сценарий текста этого ролика, покажу вам еще. Вот здесь написано в этом столбце, как надо читать, а здесь что надо читать. Попытаюсь переключиться вот эту самую теплоту. Разные характеры, неповторимые таланты и судьбы. Их объединяет лишь детство. Время множества последствий. Время выбора судьбы. Ты становишься старше, но все воспоминания связаны с домом, куда, как в детство, хочется вернуться. Зарыться носом в любимый плед, почувствовать запах пирогов. Уют, тепло. Первые воспоминания. Любимые люди. Возможность быть дома собой. Каждый день состоит из деталей, а теплота рождается из ежедневных моментов жизни. Так сплетается узор из опыта, воспоминаний и будущего ребенка. Но что, если у тебя нет дома и детства? Если на начало жизни выпали нелегкие испытания? И так далее. Здесь много текста, я не буду сейчас вам это все показывать. Я буду дальше читать, это займет какое-то время. Что будет дальше? Я думаю, потом я пойду обедать. Что я буду есть, я вам не покажу. Я пообедал. Но не сразу я к микрофону сел, потому что открою вам небольшой секрет. После обеда, вообще после еды, лучше не садиться за работу перед микрофоном. Потому что еще пока что продолжаются вот эти вот процессы переваривания пищи, слюноотделения. Голос и связки немножко хрипят, потому что вот эти вся мокрота попадает на связки. Лезут слюни, может щелкать и так далее. Хотя, что интересно, после еды, особенно после горячего чая или кофе, когда ты это все уже поел, запил, голос становится объемнее, может потому что как раз горло и связки такие расслабляются, раскрываются. И голос становится чуть ниже. Но читать достаточно сложно. Так что не сразу я после обеда к вам пришел. Чуть-чуть, чуть-чуть я отдохнул, скажем так. Хорошо. Сейчас следующий этап моего рабочего дня. Я озвучиваю программу также для одного из телеканалов. Не буду говорить для какого. Для одного из федеральных каналов. Программа, потому что я не знаю, программа вышла в эфир или еще нет. Мы готовим такой задел. Скоро-скоро будет премьера. Уже 33 программы озвучили. Это программа про... Криминальная программа про реальные какие-то криминальные события, которые в дальнейшем были раскрыты в России. И... И все. Раскрыты. Произошли и раскрыты. Начинаем. Поехали. Так, сейчас поставлю на запись. Понеслась. 2016 год. Новосибирск. Ранним утром Светлана торопилась на работу. Проходя подвору жилого дома на улице Рассветной, она увидела вдали соседку Наталью. Выйдя из подъезда, та направилась к своей машине. В это время навстречу ей вышел мужчина. Подойдя к Наталье, он выхватил нож и стал методично наносить удар за ударом. Шокированная Светлана на миг лишилась дара речи, а после испуганно закричала. Нападавший бросился бежать. А истекающая кровью женщина успела позвонить отцу. Ну и так далее. Чтобы вы примерно понимали, о чем программа и как я переключаюсь. Кстати, по поводу таких программ, ну, это достаточно сложно, потому что раньше, давно-давно еще был такой телеканал ДТВ. На нем я озвучивал тоже криминальную программу. И было психологически, наверное, сложно это все делать, потому что я постоянно пропускаю это все через себя. И вот эти ужасные программы про убийства, про грабежи и расчлененки я принимал слишком близко к сердцу, и было тяжело это все читать. А в какой-то момент научился отключаться. То есть эту информацию пропускать не через себя, а куда-то мимо. Просто читаю, читаю, читаю и не думаю об этом. Так намного проще, наверное. Просто улавливаю настроение программы. Ладно, все, я сейчас дочитываю эту программу, потом пойду в спортзал. Вас с собой в спортзал не возьму, потому что что вам там делать? Посмотрим работу. После работы, вернее, после спортзала продолжу работать и покажу, как это все делается. Расслаб, руки плети, плети. Скорость, это там, ножки, ножки включай. Четыре, ноги, ножки, 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 ножки. Не, слева, это еще раз. Вот, ну, вот, ну. Сейчас. Если вы думаете, что весь мой день, как правило, сосредоточен в одном этом месте, то это не всегда бывает так. Иногда езжу в разные студии, в разные продакшены, для того, чтобы озвучить рекламу, фильмы, какие-нибудь программы. Вот сейчас и поеду в продакшен Фибрфильм. Что там будет, я пока еще не знаю. Сказали, приезжай, поработаем. Вот оттуда будет небольшое включение чуть позже. Иногда бывает так, что приходишь на работу, едешь час примерно, для того, чтобы озвучить такой эпический текст. Вот сейчас я его озвучу. Поехали. Не проспи, отличное настроение. Попробуй яичницу на завтрак. Все, я домой. Примерно таким образом проходит мой обычный день. Но, помимо этого, еще и занимаюсь там детьми. Иногда выхожу в магазин. Иногда еще что-то делаю. Занимаюсь итальянским языком. Но преподаю также еще через скайп, как нужно работать с голосом и так далее. Но этого я вам показать не могу, потому что некоторые люди стесняются, чтобы их показывали в записи. Да-да, я говорю именно про вас. Имена тоже называть не буду. Ну, вот, наверное, и все. Кому-то может показаться легкой работа и жизнь диктора. Кому-то может показаться очень тяжелой. Ну, по большей части, наверное, тем людям, которые пытаются сделать что-то со своим голосом. Как правило, когда начинают работать над голосом и пытаются делать первые шаги в дикторстве, то понимают, что это не так уж и просто. Со временем, несмотря на то, что кажется со стороны легко, это просто ты со временем делаешь это легко. Но на самом деле некоторые вещи делаются очень тяжело и с трудом. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк. С наступающим Новым годом, кстати. Очень скоро, буквально две недели. Есть вопросы? Пишите. Постараюсь на них ответить. Всем пока.